Всем привет! У меня сегодня роллы запеченные. Эти у меня холодные с кунжутом и крабовая палочка и Филадельфия. Берите то, что-нибудь вкусненькое. Давайте вместе покушаем. Хотела сказать, что давно не ела ролл, но вспомнила, что мы выходной уже заказывали. Раньше чаще роллы снимала. Как-то выписали, что больше домашней еды. Хотя домашняя еда просмотр не так много набирает. Также я записала вопросы и пьем мы напиток. Я выкинула упаковку. Как правильно сказать, сыворотка молочная. В детстве часто мама такую напиток нам покупала. Давайте светим роллу и начнем отвечать на вопросы. Спасибо всем, кто пишет вопросы, ставит лайки. Мне очень приятно. Птичка пишет. Когда ролик с Костей или Лианой? Спасибо за вопрос. С Лианой мы хотим на днях снять ролик. Думаем снять шаурму. С Костей не знаю, когда ролик. Но у него сейчас начинается учеба. Потом у него начинается отпуск. Буду больше роликов с Лианой и с Костей снимать. Вкусно. Следующий вопрос дать на Астасия Поталова. Какая фирма наггетсов? Здесь будет фотография. Василиса пишет. Передайте привет. Василис, большой тебе привет. Сколько лет с Костей вместе? Какие отношения были с Лианой, когда были подростками? Про то, что сколько лет мы с Костей вместе? Мы вместе с 2013 года. Достаточно давно. С Лианой у нас всегда были очень близкие, договорительные отношения. Мы были неразлучны. Если куда-то на секции ходили, мы всегда ходили вместе. Очень хорошие отношения у нас были. Мы никогда не ругались. Никогда ничего не делили. Но и до сих пор каждый день видимся. Некоторых в комментариях это триггерит, что мы постоянно с Лианой вместе. Так вот у нас запеченные, только я не помню, что внутри. Заказывала, не читала. Просто взяла вот этот сет был и отдельно Филадельфию. Очень большие. Вкусные. Соус сверху сладковатый, вкусный. Наги. Также Василиса задает вопрос. Ревновали ли вы когда-нибудь Костю? Спасибо за вопрос. Кто-то из-за тебя пройдет больше трех вопросов. Ревновала. Мне кажется, у многих, в многих отношениях присутствует ревность. Сейчас, мне кажется, я уже не ревную. Говорится, ревность из-за неуверенности. Кто со мной согласен? Что-то надо доверять партнеру. Развалился. Ревновала. Ревновала. Палочек вместе. Светлана Кузнецова. Лиан ведет канал свой, не могу найти. Лиан канал свой ведет. Канал у нее называется Лиан Эс. Здесь туографию, приорителю и ссылочку в комментариях. Она снимает. Но они же пишут, какие планы на Новый год, где будете праздновать. Сегодня с Лианой как раз разговаривали про это. Планируем праздновать у них дома. У них закончится ремонт, как мы думаем. Дай бог все сделается до конца. И будем на Новый год у них. Вот думали сегодня с Лианой, что готовить. Что горячее, например, сделаем перед праздником все вместе. И так каждый принесет салат. Какую-то закуску с собой. Чтобы готовить не все Лиане. Мне кажется, классная идея, когда, например, у кого-то собираетесь, горячее, все вместе делаете, каждый еще приносит по закуске. И салатом. Ирина Иванова. Сейчас дочке год, на дневной сон ложится со мной. Приходится быть с ней, что делать. Вообще, я в этом не советчик. У меня дети никогда не засыпали одни, чтобы вот так я положила и сказала, спи. Или Лева там, или Герман спал. Всегда при укладывании нужна была имья. С Лева до сих пор я его укладываю сама. Он без меня не уснет. Кость ему не подходит. Так что я вам не советчик. Многие знаю, самозасыпание практикуют. Когда ребенок засыпает сам, там в садике он засыпается, а дома нет. Или я такая мягкая. Так, следующий вопрос. Если бы Костя искал новых подруг по переписке на стороне и оправдывал это расширением круга общения и существования дружбы между мужчиной и женщиной. Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной? Мне кажется, у этого мужчины, который так делает, только одно оправдание. То, что он просто ищет новые знакомства на стороне. Никакое не общение, а именно женщин. Я этого не пойму. Честно, не пойму я этого. В дружбу между мужчиной и женщиной не верю. Я думаю, что если как таковая дружба есть, то одному из этих двух людей по-любому нравится противоположный пол. Если бы Костю искал знакомство на стороне, как вы спросили, говорил, что ищет новые знакомства, я бы сказала, дорогой, пока, иди ищи. Как по мне, уже диалог с противоположным полом переписка — это уже настраивание на какое-то продолжение. Именно я так считаю. Я, например, не захочу писать мужчине. Зачем мне с одной стороны брать и писать какому-то левому парню-мужчине? Мне кажется, только если какая-то симпатия есть. Знаю, что в многих отношениях есть такое, что у мужчины есть отношения с девушками, подружки там есть у кого-то. Я как-то этого не понимаю. Это лично мое мнение. Скажите рецепт соуса для Цезаря. Жанна пишет. Жанна, большой привет! Майонез, чеснок, соевый соус и горчица. Как я люблю темпурные роллы. Следующий комментарий пишет Красник Лена. Загружайте видео на Дзен. Я гружусь с телефона, и мне там так долго грузится. Но постараюсь грузить, не обещаю, что все. Я сегодня какое-нибудь загружу видео. Обычно я видео на Ютубе загружаю и удаляю его с телефона. У меня эти видео не хранятся. Чтобы память не занимать. Смотрю, что пропустила. Последний комментарий остался. Ли-134. Почему в последнее время не крастье ногти? Маникюр и обработку я сама себе делаю. Попиливаю, делаю маникюр. А красть желания нет. Хотя я говорила в каком-то видео, что хочу снять, как я делаю процесс покрытия ногтей. Мне в последнее время так полюбились голые ногти. Меня начинает раздражать, когда покрытие отрастает. Я не могла раньше ходить с покрытием больше там двух-трех недель. В последнее время на руках люблю такие с пастельной оттенки, если что-то делать. Френч, однотон. С красным цветом я и раньше не могла ходить. Меня начинал нервировать свет. Плюс то, что видно, что отрастает. Раньше вообще не могла представить себя без покрытия. Всегда носила до рождения Лёва очень длинные ногти, миндаль. Могла делать инкрустацию из страз на той и на той руке. И царь, и ноготь, и всё такое. Мне так всё это нравилось. А сейчас что-то. Вкусы поменяются. Пишите, у вас какие планы на Новый год? Будете где-то дома? Или куда-то пойдёте? Думаю, если я начну готовить. Не знаю, мы хотим что-то новенькое. Я буду, наверное, делать цезарь. Она под шубу. Хочется каких-то новых закусок. Знаете, у нас стандарт всегда бутерброды с шпротами, с красной рыбкой, с икрой. Так, в туалетке хочется чего-то нового. Салаты под шубой, цезарь, оливье. Крабовый дом. Но делать, не делать, не знаю. Мы будем праздновать, если у Лианы, то останемся у них ночевать. В доме. Уже не верится, что они скоро приедут. Ремонт они сделали прям. Ляне говорю, если бы я строила дом, я сделала бы всё точно так же. Они тоже сделали везде стены под покраску белую. Чёрные розетки они сделали. Тоже очень красиво смотрятся. Мы в ремонте использовали белые розетки, чёрные сделали только в ванную. Мне она очень нравится, как смотрится с чёрными. Двери у нас с ними идентичны вообще на вид. Я говорю, Ля, у нас с тобой одинаковый вкус. Какой-то прикол, Наташ. Да они же одинаковые. Масляны вообще во многом вкусах сходятся. В одежде. В ремонте. В еде тоже. У мужчин их хоть нет. У нас никогда такого не было, чтобы нравился один мальчик. Это и хорошо. Мне пишут, что я какая-то без настроения. Знаете, была какая-то такая, наверное, осенняя хандра. Мне ничего не хотелось. У меня не было настроения. Вообще ничего, желания делать. Целый день хотелось лежать, смотреть в потолок. Но с детьми такой возможности нет. Сейчас потихоньку мне возвращается желание что-то делать. Настроение тоже. Делали с Левой открытку в садик на день рождения Деда Мороза. Появляется там новогоднее настроение. Если все покупать, для открытки везде уже вся камешура. Уже чувствуется приближение Нового года. Даже думаю, можно елочку поставить. Хотя мне пишут, что рано, что не надо ставить. Мне не надоедает. Я обьелась. Меня просили, чтобы я поделилась артиклом на елку. Я укажу. С детьми фотографии, артикл будет, если она сейчас в наличии есть. Потому что покупала я ее в том году. Или даже в прошлом. Не помню. Такое напиток вкусное. Я помню, такие напитки раньше продавались. Я купила в коробке. Раньше они продавались таким пакетиком, как от молока. Ананасовый вкус был. Еще какой-то. И я купила. Костя говорит, как в детстве. Я говорю, да. Я говорю, поэтому я увидела и тоже купила. Как называется, а? Не могу вспомнить. Сыворотка молочная или как? Это со вкусом ананаса. Обалденно вкусно. Чем-то напоминает сок. Но не такой концентрированный. Ну что, будем заканчивать. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что смотрели ролик до конца. Мне очень приятно, что вы смотрите. Подписывайтесь, комментируете. Нас скоро будет уже 90 тысяч. Так и недалеко. Можем дойти до 100. Мне, кстати, писали, хочу ли я до Нового года 100 тысяч. Конечно, хочу. Мне кажется, когда у блогера растут цифры подписчиков, то это всегда приятно. Так что, если ты не подписан, подпишись. Мне будет очень приятно. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok